Салам Астармак, Крумета, Отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня я хочу в прямом эфире дать некоторые пояснения тому выступлению, которое было два дня назад. Два дня назад мы в демократический выбор Казахстана объявили о том, что члены организованной преступной группировки Назарбаев, Токаев, Карим Масимов и Самат Абиш, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности, должны быть арестованы. И я сделал обращение представителям силовых структур, это Министерство внутренних дел, службы охраны президента, также к военным формированиям Министерства обороны, которые будут вознаграждены в размере 1 миллион долларов США, плюс по квартире размером 200 квадратных метров по выбору в Алматы или в Астане. И в случае, если соответствующие лица, объединившись серьезной группой, ну видно, что по 200-300 человек должны быть группой, осуществлять арест этих людей и объявить о том, что эти люди арестованы, соответственно, правительство не изложены и передадут затем арестованных временному правительству демократические выборы Казахстана, в этом случае из бюджета страны указанным лицам будут выплачены объявленные вознаграждения. Поступило очень много вопросов, были негативные высказывания, ну такого характера, как же так, Амблязов залез в бюджет страны, еще не успел прийти во власть, не спросив согласия народа, собирается потратить такие деньги на арест этих государственных преступников Назарбаева, Такаева, Масимова и Самата Абиша. Ну, я в этой связи хотел бы откомментировать и пояснить свою позицию, а также объяснить тем, кто каким-то образом льет слезы по Такаеву, говоря, что Такаев он хороший, ну просто он глупый, просто он вроде президент, но ничего не может, просто он импотент, ну давайте мы его пожалеем, давайте мы его не будем арестовывать. Вот, собственно, вот такие пожелания. Ну, еще задают мне вопросы, говорят, что почему вы не объявляете, что нужно арестовать Булата Назарбаева, который похищает миллиарды долларов у страны, почему вы не объявляете, что необходимо арестовать Даригу Назарбаеву или Тимуру Кулебаева, вот такого рода вопросы звучат. Уважаемые друзья, я хотел бы еще раз пояснить, хотя в своем эфире в понедельник, два дня назад, я довольно подробно объяснил. Первое. Почему подлежат аресту именно Назарбаев, Такаев, Карим Асимов и сама Табиш? Дело в том, что после того, как наши силовые службы произведут арест именно указанных лиц, государственная власть перейдет в руки Временного правительства. И после этого мы, Временное правительство, можем далее произвести аресты других членов преступной группировки Нурсултана Назарбаева. И для этого нам не нужны будут никакие другие суммы, вознаграждения, потому что именно эти четыре человека являются теми людьми, которые дают приказы силовым службам, как Министерство внутренних дел, в КНБ или другие силовые структуры по подавлению действий активистов, по преследованию рядовых граждан нашей страны, которые не согласны с действующим мафиозным режимом Нурсултана Назарбаева и осуществляют борьбу. Достаточно именно этих четырех арестовать, дальше уже соответствующая власть Нурсултана Назарбаева упадет. Поэтому мы выбрали именно этих четырех ключевых людей, которые по сути дела осуществляют контроль и поддержку режима Нурсултана Назарбаева. А что касается Тимура Кулебаева, Дариги Назарбаева, Булат Назарбаева, это мы все действия ощутим позднее, после того, как режим падет. Я в свое время озвучивал, что мы не будем задерживать большое количество людей, потому что власть Назарбаева в нашей стране длится уже свыше 30 лет. И понятно, что членами Нурсултана являются сотни тысяч людей, которые принудительно присутствуют в этой партии или занимают те или иные должности, тоже работают на режим многие годы. По сути дела, режим Назарбаева повязал почти всю страну. И если мы хотим двигаться быстро вперед, развиваться, необходимо арестовать наиболее одиозных фигур, которые запятнали себя именно массовыми, многомиллиардными хищениями, запятнали себя именно тем, что убивали людей, в частности, исполняли приказы Нурсултана Назарбаева по расстрелу мирных граждан в Жан-Узене, убивали лидеров оппозиции. И, конечно, такой же человек, как Касымов Кулмухамбет, который сейчас осуществляет охрану Нурсултана Назарбаева и других из окружения Нурсултана Назарбаева. Он тоже подлежит аресту, я об этом говорил. Но сейчас эта фигура не принципиальная. Мы сейчас говорим о четырех фамилиях, которые подлежат немедленному аресту. Поэтому я отвечаю на вопрос, почему мы заявляем только вот эти четыре фамилии. Далее. Есть комментарии жалеющих президента Токаева. Они говорят, ну он же хороший, давайте его не будем бежать. Он просто сильно старается, но бесполезный, беспонтовый, что называется, по-молодежному. Он просто мебель. Но он такой вот президент. Давайте мы его пожалеем. Я хочу сказать следующее. Но Султан Назарбаев, это глава организованной преступной группировки, которая более 30 лет контролирует власть в стране, незаконно, в нарушении Конституции, всех норм законов, которые существуют в нашей стране. Он получил пожизненную и бесконечную власть, расставил на все ключевые структуры власти своих родственников, ближайших подельников, грабит страну, организовывает убийства, нарушает все, что возможно в виде Конституции и законов. Поэтому этот человек главный преступник страны. И все те, кто помогает ему сохранить власть, помогает сохранить эту преступную мафиозную власть, являются членами организованной преступной группировки со всеми вытекающими последствиями. Они тоже подлежат преследованию со стороны законов, со стороны народа. Так вот, Хасанжимар Такаев, исполняя должность президента, является членом организованной преступной группировки. Именно эта организованная преступная группировка в этом году убила Дулата Гадила. Именно эта организованная преступная группировка выпускает разные законы, которые преследуют мирных граждан. Например, закона митинга, который позволяет им сажать людей в тюрьму за выражение своих мыслей, нарушение Конституции нашей страны, нарушение международных договоров, которые подписал Казахстан. Этот режим, используя эти законы, которые противоречат и Конституции, и международным договорам, сажает людей в тюрьмы, избивает, убивает, грабит и так далее. Поэтому Такаев, безусловно, как член преступной организованной группы, подлежит преследованию. Более того, я хотел бы задать вопрос тем, кто сочувствует Такаеву. Вы говорите, что он старается, но не может. Но зачем в нашей стране бесполезный президент, функцией которого является защитой интересов граждан? По Конституции именно президент является гарантом Конституции. Зачем нам президент, который разрушает Конституцию, не исполняет? Более того, является участником преступных действий со стороны Нурсултана Назарбаева. Он прикрывает его, делает вид, что он президент. Зачем нам такой президент, который обрекает миллион людей на страдания и мучения. Поэтому он должен ответить в полной мере по закону. Ну, собственно, как и Карим Асимов, который является главой Комитета национальной безопасности и первый зам Самат Абиш. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Далее. Были еще критические комментарии, которые говорили, как же так, Аблязов уже сейчас рулит деньгами народа и объявляет вознаграждение за арест этой преступной группировки. Я хочу сказать, что не Аблязов, я как руководитель движения Демократический выбор Казахстана от имени Демократического выбора заявляю о тех или иных программах Демократического выбора. И мы говорим о том, что мы добьемся смены режима и что именно Временное правительство Демократического выбора Казахстана будет руководить страной в течение шести месяцев. Это будет Временное правительство ДВК, в которое, безусловно, войдут представители разных движений, в том числе и преследуемые со стороны власти КОЩЕ движения. Что я хочу сказать? Что мы озвучили разные программы и в течение шести месяцев после того, как пройдет период работы Временного правительства состоятся свободные выборы в парламент и вы можете здесь озвучить свое право голосовать за программы Демократического выбора Казахстана или не голосовать. У вас будет полный выбор. Более того, именно Демократический выбор Казахстана организовывает борьбу против этого режима, озвучивает свои программы и показывает, как будет жить страна после того, как будет низложено правительство Нурсултана Назарбаева. Давайте мы сейчас коротко их, некоторые пункты этого я озвучу. Ну, например, мы говорим, что наши учителя, врачи будут получать заработную плату минимум в несколько раз больше, чем то, что сейчас получают. Порядка около 1000 долларов. Это будет зарплата учителей, врачей, я говорю приблизительно около 1000 долларов. Реально там где-то больше, минимально. Это программы, озвученные демократическим выбором Казахстана, которые мы ожидаем будут поддержаны народом. И благодаря этому мы придем к власти. Далее. Мы говорим о том, что будет государственное медицинское обслуживание бесплатное. Мы говорим, что образование, среднее, среднеспециальное, высшее образование государственное будет бесплатное. И все это, безусловно, требует огромных вливаний. Мы говорим о том, что помимо обычной пенсии, которую получают граждане через накопительную систему, будет внедрена гарантированная государственная пенсия, когда любой человек, достигший пенсионного возраста, будет получать пенсию, гарантированную со стороны государства, в размере до 400 евро или 200 тысяч тенге. То есть, если ваша нынешняя пенсия составляет 100 тысяч тенге, которую вы получаете через накопительную систему, государство будет вам выплачивать дополнительную гарантированную пенсию в размере приблизительно 200 тысяч тенге. Мы говорим, что когда будет работать во власти правительства демократической выбора Казахстана, наши дети в школу будут получать бесплатное питание. Мы говорим, что наши дети будут получать стипендии в институтах или среднеспециальных заведениях минимум 50 тысяч тенге, не как сейчас 20 тысяч тенге. Мы говорим, что студенты получат денежную компенсацию, чтобы они могли арендовать себе жилье и не ждать, что кто-то им предоставит общежитие. Они получат денежную компенсацию и могут снять квартиры себе на рынке в период обучения. Мы говорим, что рядовые полицейские, их уровень заработной платы начнется от 1000 долларов, военных тоже 1000 долларов. Мы объявили о жилищной программе демократической выбора Казахстана и заявили, что каждый год 250 тысяч человек будет получать квартиры по сниженным ценам. Мы заявили, что на экспортных предприятиях нефтегазового сектора, горно-рудных отраслях минимальная заработная плата, которую предприятие обязаны выплачивать, минимальная. Любой человек, который числится на этих предприятиях, будет получать минимум 1000 долларов. Эти предприятия не имеют права выплачивать меньше, чем 1500 долларов работников таких предприятий. И мы, правительство демократической выбора Казахстана, получив большинство в парламенте, проведем эти законы и добьемся, чтобы уровень заработной платы был не меньше, чем в среднем 1500 долларов. Далее. У нас есть программа демократической выбора Казахстана, в которой мы заявили, что как только демократический выбор Казахстана придет в власти, мы спишем все потребительские кредиты. Размер их сейчас порядка 12-15 миллиардов долларов. Плюс все ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Также мы, демократический выбор Казахстана, заявили, что когда наши сторонники придут поддержать наши политические движения, будут выходить на митинги, и когда мы победим, когда этот режим будет сменен, каждый участник, который участвовал на победном митинге, получит вознаграждение в размере 10 тысяч долларов на каждого человека, даже если на этом митинге участвовали грудные дети. Я просто перечисляю ряд программ и хочу сказать следующее. Да, все эти программы требуют денежных плеваний и довольно серьезных. И те критики, которые сейчас говорят о том, что откуда Абляза возьмет деньги, и как же он распоряжается будущими деньгами страны, я хочу сказать, к сожалению, наша политическая система, Андрусултан Азабаев, построил так, что многие наши люди как политические, так и экономические неграмотные. Я понимаю, почему такого рода вопросы задаются. В мире это происходит следующим образом. Я возьму любую демократическую страну и скажу следующим образом. Партия объявляет свои программы реформ экономических и политических, обращается к избирателям, выходит на выборы, избирателей поддерживают, тогда именно эта программа реализовывается. В частности, вот в Соединенных Штатах Америки победил президент Трамп. Он стал президентом. Один из пунктов его программы был построение стены между Соединенным Штатом Америки и Мексики стоимостью порядка 6 миллиардов долларов. И стал президентом страны, он реализовал эту программу. Стена сейчас активно строится, по-моему, уже даже завершилась. И на эти цели выделено государство 6 миллиардов долларов. Не Трамп из своего кармана выделял эти 6 миллиардов долларов, а как человек, который получил поддержку избирателей, соответственно, доступ к финансовым возможностям страны, он получил финансирование 6 миллиардов долларов для Америки. Не для себя лично, для Америки. Вот я хочу сказать следующее. Так же мы объявляем все эти программы, прекрасно понимая, откуда эти денежные средства будут получены. Первое. Я уже заявлял, что эта политическая верхушка каждый год крадет минимум 30 миллиардов долларов США. Вдумайтесь в цифру. Минимум 30 миллиардов долларов США. И во всех моих выступлениях я детально объяснял, каким образом складываются эти 30 миллиардов долларов. Бюджет страны меньше, чем 30 миллиардов. Получается, что эта политическая верхушка сверх и больше самого бюджета страны, годового бюджета страны, ворует минимум 30 миллиардов долларов. То есть, они 30 лет посидят у власти, считайте, триллион долларов украли. И состояние Нурсултана Назарбаева только его. Оценивается свыше 200 миллиардов долларов США. Кулебаева минимум 30 миллиардов долларов. И все его родственники, и ближайшие все миллиардеры. Поэтому очевидно, что когда правительство демократического выбора Казахстана придет к власти, мы перекроем эти все каналы воровства. Только один Булат Назарбаев, воруя, контрабандно перевозя грузы из Китая, расставив там везде свои структуры, торгуя на этих барахолках, ворованных мимо таможней товаром, ворует минимум несколько миллиардов долларов в год. Мы перекроем все каналы эти воровства. Мы добьемся, что за несколько лет бюджет страны удвоится. То есть будет не 30 миллиардов, 60 миллиардов. Хочу вам сказать, что в 14-15 году наш бюджет страны был около 50 миллиардов долларов. Все это уже было. Понимаете? Поэтому цифры, которые я называю, они абсолютно реалистичны. Более того, я детально и подробно объяснял, каким образом мы удвоим размер нашего годового бюджета страны. И поэтому этих средств будет достаточно для реализации всех социальных программ, о которых объявил демократический выбор Казахстана. И более того, ну представьте себе, состояние Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов. Из них значительная часть находится внутри страны. Мы это конфискуем и десятки миллиардов долларов поступит в бюджет страны. И поэтому те критики, которые заявляют, что мы против, они просто не знают, как формируются политические программы в мире. Мы демократический выбор Казахстана заявляем все программы, ждем поддержки от наших граждан, приходим к власти и реализуем все эти программы. Все те, кто считает, что эта власть может и дальше 30 лет сидеть, еще в год по 30 миллиардов воровать, могут нас не поддерживать. Все те, кто считает, что Аблязов сидит, распоряжается будущим бюджетом страны и они не хотят бесплатного образования за счет государства. Те, кто не хочет, чтобы медицинское государственное обслуживание было бесплатным, они могут ходить в платные. При правительстве демократической выборы Казахстана будет бесплатно. Все те, кто считает, что экспортных предприятиях наши граждане могут получать 300-500 долларов, а не минимум 1500, пусть они не голосуют за демократический выбор Казахстана. Поэтому, когда мы говорим, что это вознаграждение объявляется тем людям, которые решатся, обедниться и произвести арест этой политической верхушки, это вознаграждение включается в программу демократического выбора Казахстана и мы ждем от вас поддержки. Если наши граждане поддержат, значит эти программы будут реализованы, а я уверен, что все, что мы озвучиваем, это правильно, мы получим поддержку, потому что когда будет произведен силовыми структурами арест этой политической верхушки, мы добиваемся главного, чтобы не было кровопролития, чтобы наши люди, как в Белоруссии, тысячами не попадали в тюрьму и не были избитыми, избитыми именно полицейскими, работниками Комитета национальной безопасности и других силовых структур, никакие деньги не могут стоить от тех потерь, которые сейчас несет Белоруссия, когда там тысячи людей попали в тюрьмы, подверглись пыткам, есть жертвы, которые просто погибли, это цена за нашу победу, более того, каждый день этот режим ворует миллиарды, чем раньше мы придем к власти, чем быстрее мы покроем эти расходы, в результате которых произойдет бескровная передача режима власти, тем меньше мы понесем убытков сейчас и в будущем, тем быстрее наши граждане станут жить достойной жизни. Вот вам мой ответ, почему именно эти люди должны быть подвергнуты аресту, первое, второе, это программа демократического выбора Казахстана, и когда наши граждане поддержат, мы получим полную возможность реализовать то, что наши граждане поддержали, и поэтому когда вы говорите, что вот я против, значит вы хотите, чтобы этот режим дальше 30 лет сидел у власти и воровал триллионами, вы хотите, чтобы та нищета, которая сейчас есть в нашей стране, она продолжалась, вы хотите пассивно сидеть в стране, писать некоторые свои мысли в комментариях и не хотите действовать, мы политическая организация демократический выбор Казахстана, мы объединяем граждан, выводим людей на акции, на митинги, мы мобилизуем, сейчас видно, что в Беларуси в ближайшее время режим Лукашенко падет, но вы видите цена очень большая, даже то, что они уже порядка почти двух недель ходят на улицах, бастуют, это приносит многомиллиардные убытки в стране, если бы они сумели арестовать Лукашенко буквально за день, вы понимаете, что эти потерянные миллиарды долларов, которые идут из карманов наших граждан, граждан Беларуси, они бы не потерялись и работали на благо страны, чем раньше мы сменим режим, тем меньше будет потерь для нашей страны, и поэтому я еще раз говорю, это программа демократического выбора Казахстана, мы уверены, что наши граждане поддержат, в ближайшие дни я выйду с новой инициативой, которая позволит нам добиться, чтобы правоохранительные органы как можно раньше перешли на сторону народа, вы видите, как в Беларуси сотни тысяч людей выходят на улицы, и мне задают вопрос, как же так, почему режим не падает, уважаемые друзья, любыми протестами надо управлять, координировать, организовывать, невозможно, чтобы интернет-издания выпускали какие-то предложения, и люди начали действовать все, как единый организм. К сожалению, в связи с тем, что в Беларуси заранее не были подготовлены ячейки, которые понимают, что делать, как действовать, как двигаться, сейчас все это происходит на принципах самоорганизации. Да, безусловно, там есть активисты, безусловно, есть лидеры тех или иных процессов, все это видно на поверхности. Но все это происходит на ходу. Мы должны тщательно подготовиться, мы должны организовать ячейки, мы должны организовать тысячи лидеров по всей нашей стране, чтобы они управляли этим протестом. И когда нас в Алматы, в Астане, в Шемкенте, ряда других городов, будет около 5% от всего населения, это порядка 50 тысяч в Астане, порядка 100 тысяч в Алмате, мы понимаем, что при правильном управлении, при координации с единого штаба, а штаб демократического выбора Казахстана организован, я руководитель этого штаба, мы добьемся успеха быстрее и немедленно, с минимальными потерями, с минимальными издержками. И все эти наши инициативы об объявлении вознаграждения и любые другие действия направлены на то, чтобы наши граждане не попали под удар, не попали в тюрьмы, чтобы у нас не было жертв, чтобы мы с минимальными издержками сменили этот политический строй. Так что все очень просто. Алга, Казахстан! Продолжение следует...